Как и было заявлено в плане ремонтов, 30 июля служба городского жилищно-коммунального хозяйства приступила к работам по замене трубы, по которой идет тепло в спортивный комплекс Крепыш. Напомним, что отрезок теплотрассы длиной 150 метров неоднократно давал течь. Спор, кто будет проводить ремонтные работы по замене аварийного участка, в СМПО, которому принадлежит спортивный объект или город, решился совсем недавно. Долго не могли определить и хозяина трубы. Работа пошла после того, как Комитет по управлению имуществом оформил объект в муниципальную собственность. Но во время этой съемки коммунальщики были очень агрессивно настроены на нашу видеогруппу. Просили убрать камеру и все время говорили про какой-то заводской кабель, который мешает им работать. А на просьбу журналистов рассказать подробнее рабочие отмахнулись. По словам заместителя технического директора УЖКХ Игоря Харламова, на этом участке строительства действительно находится кабель в 4 кВт. Много лет назад кабель проложили с отступлением от технологии, поэтому такое соседство под напряжением стало напряженным и для строителей и, соответственно, замедлило ход работ. Наверное, речь идет о кабеле, который проходит рядом с хоккейным кортом. Изначально, когда крепыш строился, вся электрозапитка была по временной схеме. То есть, вот были запитаны ОТП на улице Устинова рядом с домом 15. Но для того, чтобы запустить крепыш, нужно было две линии автономных. И были получены технические условия от запитки ОТП на спортивной, рядом с автостоянкой, от которого сейчас питается крепыш постоянно. Были получены технические условия. Был составлен договор на выполнение работ с ООО «Ревер» города Екатеринбург, которые в дальнейшем проделали всю эту работу. Была разработана проектная документация. Она была согласована с гороэлектросетями. То есть, получили соответствующие бумаги. Проект прошел близ согласования. В принципе, работа была выполнена. Объяснить близость вот этого кабеля можно тем, что корт уже был построен на тот момент. Он проходит теплосеть, но вот если смотреть на схему, получается уже за ТК крепыш. Вот после тепловой камеры он пересекает. То есть, по-другому никак было провести. То есть, это, я так думаю, не нарушает никаких правил. То есть, кабель проложен в гофре, гофра яркого цвета, который предполагает. Мне кажется, неоднократно такое применялось уже в практике. Обычное явление – это вручную откапывается. Бригаде УЖКХ действительно пришлось орудовать вручную, чтобы не повредить кабель. Работы заняли больше времени, чем планировалось. Но, так или иначе, до аварийного участка трубы коммунальщики на сегодня добрались и производят его замену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова